Здравствуйте! Тема сегодняшней слайд-лекции технологии сухих строительных музеев. Данная слайд-лекция подготовлена на кафедре строительные материалы и технологии по дисциплине «Современные технологии строительных материалов и материаловедения» для магистрантов специальности строительства. Подготовил данную слайд-лекцию кандидат технических наук, доцент Рахимов Мурат Аманжулович и его ассистент Майкотова Камиля. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим следующее. Рациональный подбор компонентов, алгоритм проектирования, однородность смесей, смесительное оборудование и режимы смешивания, стихоходный режим смешивания, средний скоростной режим смешивания, скоростной или центрифужный режим смешивания, а также интенсификация скоростного режима смешивания и агломераторы. Рациональный подбор компонентов. Рациональный подбор компонентов смешивания, высоконаполненные, дисперсные системы гарантируют получение материала с требуемыми эксплуатационными характеристиками. Одним из основных требований, предъявляемых к сырью, является правильный выбор вяжущего, заполнителей, наполнителей, их количественного содержания, их природы, а также порядок загрузки компонентов смеси и качества их смешивания. Представленные в своде правил 82.101.98 рекомендации и расчетный метод по подбору составов в строительных растворах позволяют условно разработать рецептуру смеси определенной марки по прочности. Условность заключается в применении как значительного количества усредненных коэффициентов, так и в отсутствии учета других не менее важных структурных, технологических и других показателей. Алгоритм проектирования Алгоритм проектирования составов сухих строительных смесей состоит из семи этапов. Первые пять из которых посвящены разработке, оптимизации, анализу минеральной части, представляющей их в сухие строительные смеси, под которой понимается рационально подобранная смесь, включающая в себя вяжущая, заполнитель и наполнитель. Первый этап – определение качественных характеристик сырьевых материалов. На первом этапе производится выбор сырьевых компонентов. Основными критериями подбора являются доступность, запасы, технологичность к соответствующей действующей нормативной документации. Второй этап – изучение гранулометрического состава и подбора песков. На базе выбранного месторождения по общепринятым принципам производится разработка составленных песков для смесей различного назначения. Особенность этапа заключается в создании практической модели фракционированных заполнителей. Для этого производится подбор гранулометрических составов песка с учетом принципов теории компактной упаковки. Для более точного определения оптимального соотношения между фракциями, то есть получения максимальной насыпной плотности, необходима планомерная разработка двух, трех, четырех компонентных систем составленных песков. Если производственная линия ориентирована на двухфракционный заполнитель, то разработка заканчивается еще на первой стадии. Если трех, четырех, то соответственно на второй и третьей стадиях подбора. Третий этап – изучение системы цемент-наполнитель. Оптимальная концентрация и гранулометрический состав наполнителя обеспечивают достижение минимальной усадки при твердении за счет организации структуры, что сказывается на снижении роста трещин в твердейших дисперсных системах. Реализацию данного этапа необходимо начать с изучения структуры и формы зерен минеральных наполнителей и далее изучить их влияние на свойства разбавленного вяжущего. Прослеживая изменения реологических свойств вяжущей системы и структуры камня при наполнении цемента, необходимо провести оценку основных направлений использования того или иного состава. Четвертый этап – разработка минеральной части. Подбор составов минеральной части сухих смесей проводят при помощи метода математического планирования. В качестве переменных факторов выступает соотношение наполнитель-вяжущая, отправной точкой для которого стали исследования, проведенные на третьем этапе. Заполнитель-вяжущая – второй этап. После обработки результатов эксперимента с помощью специализированных программ для ЭВМ строят ряд зависимостей влияния составов минеральных частей сухих смесей на их свойства. При проведении эксперимента контролируют основные характеристики смеси и раствора, такие как водоплодпредных смеси, прочность на сжатие, водоудерживающая способность, полная и открытая пористость, плотность смеси и затвердевших образцов на ее основе и другое. Пятый этап. Расчет состава немодифицированных строительных растворов различных марок. На данном этапе рассчитываются составы минеральной части определенных марок и характеристики, которыми они обладают. Для определения рационального содержания составляющих минеральной части, с целью получения смеси с заданными характеристиками анализируется уравнение влияния компонентов на свойства смеси, полученные ранее. Необходимо решить систему с заранее заложенными значениями, свойствами и приоритетами расхода того или иного материала. Общий вид системы представлен вам на экране, где также расписаны, какие необходимые параметры нужны для определения с комой нами. На данном этапе определены основные направления воздействия добавок на сухие смеси. В результате определения функциональности необходимых химических добавок производится выбор определенных марок, исходя из рекомендаций фирм-производителей. Предварительное содержание добавок в пластификаторах и водоудерживающих реагентов подбирают исходя из изменений характеристик смеси. Окончательное утверждение оптимального сочетания производится после определения параметров раствора. Седьмой этап – расчет составов сухих строительных смесей. На заключительном этапе по ранее построенным зависимостям рассчитываются составы комплексных добавок, примиксов и определяется оптимальное их содержание в сухих строительных смесях, различных марок и назначениях. Полученные модифицированные сухие смеси и характеристики, которыми они обладают, сравнивают с существующими аналогами. По результатам исследований делаются выводы. Затем мы поговорим уже непосредственно о однородности смесей. Однородность материала является основой требуемого качества современных строительных смесей. От того, насколько равномерно отдельные компоненты будут распределены в основном объеме смеси, напрямую зависят эксплуатационные характеристики получаемого продукта. Даже небольшое отклонение содержания малых добавок, вызванное плохим их распределением, может негативно сказаться как на физико-механических, так и на технико-эксплуатационных свойствах смеси. Именно по этим причинам смесительный узел по праву считается наиболее ответственным участком завода по производству сухих строительных смесей. Соответственно, выбор смесительного оборудования является важнейшим шагом на пути получения высококачественного продукта. Сегодня получение некоторых видов материалов строительного назначения невозможно без использования смесительного оборудования. способного обеспечить необходимый уровень однородности смеси. В составы сухих строительных смесей входит большой ассортимент компонентов. При этом целый ряд составляющих вводится в малом количестве. Однако их влияние на формирование свойств растворных смесей и растворов чрезвычайно велико. В то время, когда составы строительных смесей постоянно усложняются, соответственно, повышаются и требования, предъявляемые к смесительному оборудованию. Зачастую то, что еще вчера обеспечивало требуемый уровень однородности смеси, сегодня является серьезным препятствием на пути получения конкурентно способной продукции современного уровня качества. В производстве сухих строительных смесей возможности получения материалов высокого уровня совмещения компонентов используют достаточно редко, вовсе не из-за того, что они не улучшают свойства конечного продукта, а только потому, что при использовании классических схем перемешивания лучшие результаты не покрывают расходов на получение более однородной смеси. В то время, применение смесителей-интенсификаторов в производстве сухих смесей позволяет обеспечить оптимальный уровень механического нагружения смешиваемых материалов и открывает поистине невиданные возможности переработки сырьевых компонентов различного происхождения, снижения расхода вяжущих веществ, экономии химических добавок и т.д. Смесители высокого уровня энергетического воздействия позволяют совершенно по-новому взглянуть на основные технологические переделы в производстве современных материалов строительного назначения, пересмотреть не только устоявшуюся практику использования химических добавок, но и существенно расширить основной ассортимент смешиваемых материалов. Так, применение смесителей-интенсификаторов позволяет проводить одновременную обработку большого числа сырьевых компонентов, независимо от их количественного и качественного соотношения прочности, плотности и влажности. Интенсивное перемешивание в энергонапряженных смесительных агрегатах также оказывает положительное влияние на эффективность использования модифицирующих компонентов строительных смесей. Соответственно, эффект от их применения может быть значительно усилен путем объединения возможностей модифицирующих добавок с преимуществами оригинального способа обработки порошкообразных веществ. В производстве сухих строительных смесей с применением смесителей-интенсификаторов экономия химических добавок достигла 25-40%, а в отдельных случаях 50-70%. При достаточно высоком уровне энергетического воздействия при смешивании значительно снижается расход цемента в штукатурных смесях и шпатлевках. Кардинально улучшается качество распределения армирующей фибры в основной массе продуктов. Использование средств и методов интенсивного смешивания позволяет серьезно пересмотреть основные рецептуры модифицированных строительных смесей и технологию их производства. При этом усиление степень воздействия химических добавок на физико-механические и технологические параметры, приготавливаемых строительных смесей, приводит к значительной экономии дорогостоящих компонентов. Смесительное оборудование и режимы смешивания. В производстве сухих строительных смесей в настоящее время применяется разнообразное смесительное оборудование. В частности, принудительные смесители циклического действия и принудительные смесители непрерывного действия. В процессе циклического смешивания состоит из следующих фаз. Загрузка материалов в емкость смесителя. Непосредственно смешивание компонентов для достижения заданного уровня однородности получаемого продукта. И, наконец, загрузка смесителя. После разгрузки материала цикл повторяется. Метод непрерывного смешивания компонентов сухих смесей основан на получении готового продукта в постоянном режиме. Когда загрузка смесителя, смешивание компонентов и разгрузка получаемого продукта происходит в непрерывном режиме. Сегодня в производстве сухих строительных смесей наиболее широкое распространение получили циклические смесители с горизонтальным валом. Именно этот тип смесительного оборудования наиболее часто используется на отечественных предприятиях. Для смесителей циклического действия с горизонтальным валом характерна большая гибкость при работе с часто меняющимися составами смесей. Цикличность процесса смешивания компонентов позволяет приготавливать сложные составы в объеме равного одному замесу. Смесители циклического действия с горизонтальным валом в зависимости от диаметра активатора, вылета стоек с лопастями и угловой скоростью вращения смешивающегося органа осуществляют перемешивание компонентов сухих смесей в четырех основных режимах. Условно их можно обозначить как тихоходный, среднескоростной, скоростной и высокоскоростной режимы смешивания. Для классификации смесей по реализуемому ими режиму смешивания обычно используется безразмерный критерий Фруда. Формулу, как высчитать критерий Фруда, вы видите у себя на экране. Также вы можете увидеть, что необходимо для расчета данного критерия. То есть максимальный радиус рабочего органа, угловая скорость вращения и ускорение свободного падения. Тихоходный режим смешивания. В целом безразмерный критерий Фруда представляет собой соотношение силы тяжести и центробежной силы, которые действуют на отдельные частицы материалов в процессе их перемешивания. При режиме смешивания, когда коэффициент, точнее критерий Фруда, меньше единицы, сила тяжести преобладает над центробежными силами. Перемешиваемые компоненты лежат на дне емкости смесителя, а лопасти выталкивают частицы на боковую поверхность смесительной камеры в направлении вращения активатора. Смешиваемый материал поднимается по стенке и образует некоторый угол откоса. Чем выше скорость вращения активатора, тем на больший угол будет поднят материал. Здесь на экране у вас представлен на картинке сам принцип действия, который был немного описан раньше. Таким образом, при значении ФР меньше единицы, перемешивание компонентов смеси осуществляется исключительно механическим способом, когда лопатки активатора рабочего органа смесителя, проходя через массу материала, отбрасывают его в стороны, что и обеспечивает осевое движение смеси. Последовательное перемещение компонентов в зону действия соседних смесительных лопаток и вызывает их перемешивание. Условно данный режим смешивания можно назвать тихоходным. Для тихоходного режима смешивания характерно образование застойных участков между внутренней частью корпуса смесителя и лопатками активатора, а также повышенное время смешивания, необходимое для получения смесей, заданной однородной. В донной части смесителя из-за образования мертвых зон остаются непромешанные участки, что совершенно недопустимо при использовании химических добавок, вводимых в малых количествах. Смесители, работающие в режиме смешивания, когда критерий Форда меньше единицы, соответственно не подходят для работы с компонентами смеси, имеющихся существенные отличия по плотности и склонах к образованию гламератов. Введение химических добавок в жидком виде, даже в небольших количествах, приводит к образованию комков и налипанию смеси на лопасти активатора и стенки смесителя, что снижает эффективность смешивания и негативно сказывается на распространении химических добавок в основной массе продукта. Перемешивание компонентов сухой смеси тихоходным активатором в целом характеризуется стабильным высоким расходом электроэнергии, что прежде всего объясняется продолжительным временем смешивания и увеличением внутреннего трения между взорными смешиваемых веществ. При движении лопастей происходит уплотнение материала, а следовательно и повышение внутреннего трения между отдельными частицами. На преодоление сопротивления уплотненного материала расходится дополнительная энергия. Тихоходные смесители, работающие в режиме повышенного энергопотребления, имеющие малую производительность и совершенно неудовлетворительные результаты по качеству смешивания материалов смеси, в настоящее время все реже применяются на предприятиях, занятых в производстве сухих строительных смесей. Рассмотренный тихоходный режим смешивания при относительно низкой частоте вращения активатора смесителя, когда критерии меньше одного, в целом не способен обеспечивать современный уровень смещения компонентов в составе смеси. Среднескоростной режим смешивания. Если при прочих равных условиях увеличить число оборотов активатора, соответственно изменится и режим смешивания. В интервале, когда критерии больше одного, но меньше трех, когда сила тяжа компенсируется центробежными силами под действием лопастей активатора, угол откоса смеси увеличивается с частицами. Частицы отделяются от основной массы материала и выбрасываются в свободное пространство смесительной камеры. При выходе смесительного агрегата на рабочий режим основная масса перемешиваемого материала находится в смесительной камере. Смешивание во взвешенном состоянии и эффективность перемешивания компонентов увеличивается. Режим смешивания, когда критерий больше одного, но меньше трех, можно назвать среднескоростным, так как сухая смесь находится во взвешенном состоянии, между частицами появляется воздушная прослойка, которая снижает силу внутреннего трения материала. Ослабление связи между частицами увеличивает их подвижность, что в свою очередь позволяет несколько уменьшить время смешивания компонентов для получения продукта заданной однородности. Снижение внутреннего трения частиц также позволяет снизить установленную мощность смесительного оборудования, так как потребляемая мощность зависит прежде всего от плотности материала и величины внутреннего трения между частицами. Здесь у вас на экране представлен также принцип действия данной среднескоростного режима смешивания. Смесители сухих смесей, работающие на среднескоростных режимах, в целом обеспечивают приемлемое качество смешивания и достаточно равномерное распределение малых добавок в основном объеме смеси. Благодаря увеличению частоты вращения активатора, смешиваемые материалы уже не скапливаются на дне смесительной камеры, а активно вовлекаются в основную массу приготовленного продукта. Таким образом, в среднескоростном режиме смешивания, помимо механического перемещения частиц в объеме смеси, присутствует и ударно-отражательный способ перемешивания компонентов. Частицы, подбрасываемые лопастями активатора, сталкиваются в полете, отражаются от стенок смесителя и друг от друга. В результате этих ударов разрушаются непрочные новообразования, то есть танки, хлопья, флокулы. Повышается общая эффективность смешивания. В целом для смесителей сухих смесей, работающих в среднескоростных режимах, характерны более низкие энергозатраты по сравнению с тихоходными агрегатами. Средняя производительность и неплохое качество смешивания. Скоростной или центрофужный режим смешивания. Для описания следующего режима смешивания, когда критерий больше трех, но меньше девяти, необходимо сделать одно запущение. Например, у описанного выше среднескоростного смесителя при неизменном радиусе рабочего органа увеличивается угловая скорость вращения активатора. В этом случае мы получим третий режим смешивания, значительно отличающийся от рассмотренных ранее. Также у вас на экране представлен принцип работы скоростного режима смешивания. Как он происходит, мы поговорим далее. При увеличении частоты вращения активатора наступает момент, когда центробежная сила превосходит силу тяжести. Смешиваемые материалы отбрасываются лопастями активатора, ударяются о стенки емкости смесителя и образуют уплотненное кольцо. Лопатки-активатор распахивают смесь, отброшенную к стенкам, направляя ее в зону действия соседних лопаток. Компоненты смеси за короткие промежутки времени переходят от уплотненного состояния к взвешенному и снова к уплотненному. При этом частица материалов имеет достаточно высокую скорость и, находясь во взвешенном состоянии, активно взаимодействуют друг с другом. Такое воздействие позволяет сократить время смешивания, которое тем не менее, чем выше число безразмерного критерия Фруда. Так, при объеме смесителя 0,65 метра кубических и критерия Фруда равного 8, время перемешивания составляет 3 минуты, а при критерии Фруда равному 3 уже 6 минут. Комплексные воздействия, когда помимо грубого механического перемещения частиц в емкости смесителя, также происходят сложные процессы, ударно-отражательного смешивания позволяют добиться отличного качества распределения компонентов смеси за минимальный отрезок времени. Именно этот режим называется скоростным или центрофужным. Соответственно, агрегаты, реализующие такой режим смешивания, называются скоростными центрофужными смесителями. Центрифужными смесителями. Смесители, работающие в центрифужном режиме, как по показателям однородности получаемого продукта, так и по своей производительности, значительно превосходят смесительное оборудование, реализующие стихоходный и среднескоростной режим смешивания. Более того, центрифужный режим позволяет качественно улучшить биологические показатели компонентов, используемых в производстве сухих строительных смесей. Скоростные смесители, работающие в диапазоне, где критерии Фруда меньше трех, но больше девяти, о, больше трех, но меньше девяти, помимо непосредственного смешивания компонентов смеси, также осуществляют их механическую активацию. В результате воздействия центробежных сил соударения и отражения частиц смешиваемые компоненты приобретают большую активность. В поверхности зерен удаляются неактивные пленки, окислы, загрязнения и другие образования, оказывающие негативное влияние на реологическую способность отдельных частиц. Частицы перемешиваемых материалов получают высокоэнергетические нагружения при контакте с лопастями смесителя и друг к другу, что способствует помимо улучшения качества контактной поверхности зерна и более равномерному распределению малых добавок. Химические добавки, вводимые в небольших количествах в результате истирающего воздействия основных компонентов смеси, получают большую дисперсность и активность. Скоростные смесители, работающие в центрифужном режиме, хорошо справляются с перемешиванием материалов, имеющих сопоставимую плотность, а также склонных к образованию агломератов. Высокая скорость вращения лопастей смесителя с образованием динамических возмущений позволяет разрушить непрочные новообразования, что особенно важно при работе с высокодисперсными материалами. И все же циклические смесители с горизонтальным расположением вала, реализующие режимы скоростного смешивания, далеко не всегда способны обеспечить требуемый уровень совмещения компонентов смеси. Особенно это становится заметным при работе с высокодисперсными материалами, имеющими существенное различие по плотности, армирующими волокнами и химическими добавками, вводимыми в жидком виде. Интенсификация скоростного режима смешивания Диагломератора Для повышения степени совмещения компонентов, увеличения связанности смеси, разрушения агломераторов, равномерного распределения премиксов и отдельных химических добавок, вводимых в жидком виде, смесители с горизонтальным валом оснащаются диагломераторами. Диагломератор представляет собой высокоскоростное смешивающее устройство пропеллерного типа, которое обычно устанавливается на боковой поверхности корпуса смесителя. Скорость вращения рабочего органа Диагломератора составляет 1000-1500 оборотов в минуту. То есть у вас на экране представлен сам диагломератор. То есть вот это устройство с лопастями. Основное назначение скоростных активаторов диагломераторов. Это разрушение образовавшихся в процессе смешивания комков и хлопьев, а также создание локальных участков интенсивного механического нагружения смеси. Помимо непосредственного контакта быстро вращающегося активатора с обрабатываемым материалом, также создаются мощные потоки взвешенных частиц, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом. В этом контексте скоростные диагломераторы можно рассматривать не только как устройство дополнительного перемешивания компонентов, но и как агрегаты первичной или начальной механоактивации смешиваемых материалов. Увеличение интенсивности взаимодействия активатора диагломератора с частицами смешиваемых материалов не только способствует увеличению дисперсности продукта, но и прежде всего вызывает позитивные изменения в физико-механическом состоянии, в структуре поверхности, что строго говоря и является механохимической активацией твердых веществ. Повышение концентрации энергии смесительной камеры и обусловленное этим увеличение энергии взаимодействия частиц смешиваемых материалов позволяет получить продукты высокого уровня помещения компонентов. С предвидливости ради необходимо отметить, что скоростным смесителям присущи и некоторые недостатки, основными из которых являются повышенное энергопотребление и относительно быстрый износ деталей, работающие, имеющие контакт с абразивными материалами. Увеличение энергопотребления смесительного оборудования, работающего в скоростных режимах, прежде всего связано с повышением плотности смеси, которое под действием центробежных сил образует уплотненные участки возле стенок смесительной камеры. Повышенный абразивный износ смесительных лопаток также объясняется увеличением плотности смешиваемых компонентов смеси. Несмотря на описанные недостатки, центрифужные смесители обеспечивают получение смеси высокой однородности при минимальном времени смешивания. Установка диагломераторов значительно расширяет возможности скоростных смесителей, в частности получение сложных многокомпонентных сухих смесей, позволяет использовать химические добавки в жидком виде. Именно скоростные центрифужные смесители в настоящее время наиболее распространенный тип смесительного оборудования на современных заводах по производству сухих строительных смесей. Вывод. Рассмотренные режимы смешивания компонентов сухих смесей позволяют увидеть некоторую зависимость между угловой скоростью вращения смешивающих органов, употребляемой мощностью, качеством смешивания компонентов, равномерностью распределения малых добавок в основном объеме смеси и, наконец, временем смешивания. Так, увеличение концентрации энергии в емкости смесителя вызывает качественные изменения состояния поверхности смешиваемых материалов, обеспечивает получение гомогенных смесей высокого уровня совмещения компонентов. По мере увеличения интенсивности энергетического воздействия наблюдается повышение общей эффективности смешивания при существенном сокращении времени рабочего цикла. Для скоростных смесителей характерно, помимо механического воздействия смешивающих органов на обрабатываемый материал, также интенсивное воздействие динамических потоков смешиваемых компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает глубокое объемное перемешивание массы материала в мертвых зонах, в пространствах между торцами корпуса и зоной выгрузки смесителя. Теперь предлагаю посмотреть два небольших видео, одно из которых будет автоматизированный комплекс по упаковке сухих строительных смесей. в мертвых зонах, и в мертвых зонах, а летом, и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...